А в Химках задержан местный житель, который превратил свою квартиру в нарколабораторию. Он производил амфетамин в таких объемах, что хватало и ему самому. Он давний любитель разного рода отравы и на продажу. Весть о том, что в новостройке поселился замечательный сосед, разлетелась по округе. И к подпольному химику окрестные наркоманы чуть ли не в очередь становились. О том, как все закончилось. Максим Ларин. Эта книга для жителя подмосковных Химок давно стала настольной. Любознательности молодому человеку действительно не занимать. Методом пропа ошибок он получил амфетамин, но вскоре оказался в наручниках. Доморощенный химик провел в квартире не один эксперимент, прежде чем создал порошок удовольствия. В качестве ингредиентов он перепробовал много всего. Уксусную кислоту, йод, бензин. Ацетон. Молодой человек увлекся настолько, что превратил свою квартиру в настоящую лабораторию. Оперативниками обнаружены и изъяты прекурсоры, стеклянные пробирки, колбы, одноразовые шприцы, электронные весы, используемые для приготовления наркотика. И несколько емкостей из полимерного материала с амфетамином. Химических дел мастер признается. Он доводил наркотик до совершенства и каждую новую партию опробовал на себе. Вот в таком количестве амфетаминов постоянно я последний год, как я его произвожу. В какой-то момент парень смекнул, его нарколаборатория может приносить не только удовольствие, но и выгоду. За один грамм амфетамина молодой человек просил до полутора тысяч рублей. Вести о его химических способностях моментально разлетелось по округе. И местные наркоманы то и дело обращались к нему за дозой. Вырученных денег хватало не только на новые реактивы, но и на безбедную жизнь. Теперь 35-летний житель Подмосковья может оказаться на свободе лишь ближе к пенсии. Ему грозит до 20 лет тюрьмы за производство и сбыт наркотиков.